Только сильный человек в себе может понять, что я не могу знать все и я не могу делать все. Для этого есть компания, для этого есть команда. И поэтому вот это осознание внутри себя, что есть вещи, которые, их очень много, которые другие знают лучше себя и нужно дать полномочия, и нужно позволить другим принимать решения, это очень важная часть того, что человек становится грамотным, именно управленцем, я сейчас не говорю о предпринимателе. И предпринимателям очень часто успешные предприниматели, они плохие топ-менеджеры и наоборот. Это очень часто происходит, это видно и опять-таки предприниматель должен иметь в себе вот эту силу, это осознать, и в этом ничего страшного совершенно нет, и взять профессионала на должность управленца. Не все это умеют делать, опять-таки только сильные люди. И поэтому может быть больше 50% вот здесь кто-то в зале подсказывает, я не знаю, у меня нет цифр, я честно не знаю, но я для себя как управленец я понимаю одно, что каждый, если я там руководитель отделов в нашей компании, я понимаю, что каждый в своей отрасли понимает лучше меня в той теме, за которую он отвечает. И это опять-таки одна из болезней, тут задавали вопрос о болезни белорусского чиновника, как правило, она есть, что люди, вот чем выше я становлюсь, тем я умнее тех, кто у меня в подчинении. Это неправильно. Еще раз, если я лучше знаю, чем мой главный инженер, значит я взял плохого главного инженера, потому что я в принципе по образованию финансист, да. Или даже несмотря на то, что я финансист, я основное свое время не уделяю финансам, а занимаюсь всеми вещами по чуть-чуть, то это моя ответственность взять более грамотного финансиста, который будет все свое время уделять этой теме. И внутри себя должна быть вот эта вот сила и понимание, что надо делегировать полномочия и надо позволить другим людям принимать решения и считаться с их мнением, потому что понимая, что они знают лучше меня. Вот конкретную ту тему, которую они отвечают. Естественно, что есть свой опыт за плечами, естественно, что принимать все решения в консенсусе не всегда получается, и приходится в какой-то момент обрезать и уметь принимать решения, даже если оно не всегда правильно, но его все равно нужно принимать. Но опять-таки стремиться к тому, чтобы решения принимались в консенсусе, в команде, понимая, что кто-то знает лучше тебя, вот конкретную эту тему. Продолжение следует...